Здравствуйте, дорогие студенты! Десятая тема Основы и методики планирования времени принятия решений Планирование Планирование важно не то, что ты начал делать а то, что удалось успешно осуществить Многие менеджеры предпочитают правильно делать дела вместо того, чтобы делать правильные дела Предпочитают сберегать средства вместо того, чтобы оптимизировать использование средств Также предпочитают снижать сдержки вместо того, чтобы повышать прибыль Мыслить в целеустановочных категориях и работать в соответствии с целями Традиционное мышление в рамках частных задач чревато тем что вы потеряетесь в мелочах Мышление в масштабах цели способует тому, что частный подчиняется целому Планирование Рассматривает три основных компонента Первый Цели, которые должны быть достигнуты Второе Описание действий Третье Оценка ресурсов Процедура цели-полагания или постановка целей Постановка целей означает Взгляд в будущее Ориентацию и концентрацию собственных сил и активности на том, что должно быть достигнуто Речь идет не о том, что вы делаете а о том, что для чего вы делаете Критерий SMART Остановимся СМАРТ Здесь Конкретные Измеримые Согласованные Реалистичные Согласнованные Во времени Это называется СМАРТ Задание Давайте мы сейчас Представим вам Как мы ставим цели На листочке бумаги Сформулировать В течение одной минуты цель Которую можно было бы достичь Данной аудитории В течение одной минуты Почему не цели Почти цели И цели Именно вот по трех категориям Также здесь Задания представлены Вы На экране видите Последующие Выполните И отправите На Университет Дальше Продолжим Условия Осуществления Цели Полаганий Индивидам Это ситуация Ограниченная Ситуация Неограниченная Ситуация Ограниченная Что он Рассматривает Ограниченный Временный Масштаб Ясные Приоритеты Известно Каким Должно Быть Решение Известно В чем Заключается Существу Проблемы Известно Что Должно Быть Известно Ограниченное Количество Вовлеченных Людей Может Рассматривать Как автономные Ограниченные Последствия Неограниченная Ситуация Длительный Неопределенный Временный Масштаб Нет Решений Нет Уверенности В чем Именно Состоит Проблема Неизвестно Что же Должно Быть Известно И Приоритеты Сомнительные Неопределенные Но серьезные Последствия Вызывающие Тревогу Не поддается Извлечению Из контекста И Количество Увлеченных Людей Велико Индивидуальное Целеполагание В неограниченной Ситуации Здесь мы Рассмотрим Алгоритм Обработки Собственных Образов Приводящих Постановке Цели Первое Чтобы поставить Цель Надо подумать О будущем Второе Правило Образ Желаемого Будущего Опиши Словами Третье Правило Формулировки Цели Должно Содержаться И предоставление О предлагаемом Процессе По ее Достижению Четвертое Не забывай О том Что процесс Приводящий Хорошо Поставленные Цели Интернационно Интернационный Вернись К правилу Один Чтобы поставить Цель Надо подумать О будущем Правило Пять Проверь Насколько Получившаяся Формулировка Позволит Оценить Успехи Достижения Желаемой Цели Для этого Вы должны Использовать Критерий СМАРТ Важные Аспекты Нашего Сознания Сознание Человека Может Успешно Работать Только С одним Объектом Это Дело Мысль Документов Второе На каждый Род Занятий Нам необходимо Настраиваться И третье Всякое Переключение Внимания В одной Задачи На другую Требует Затрат Времени И сил С другой Слишком Долгое Удержание Внимания На одном Деле Утомляет Следствие Особенности Сознания Всегда Выделяйте И четко Осознавайте Тот Объект На который Здесь И сейчас Направлено Ваше Внимание Необходимо Осознанно Управлять Переключением Вниманием Как строится Дерево Цели Четко Осознать Чего же Мы хотим Добиться Второе Выбрать Главную Цель На данный Период Она должна Быть Смарт Третье Детализировать Главную Цель Разбив Ее На под Цели Задавая Вопрос Что нужно Для достижения Данной Цели Четвертое Проверить Выбранные Цели На Достаточность Если надо Добавить До достаточного Набора Пятое Перейти К следующему Уровню И шестое Двигаясь Далее Вниз По уровням Детализировать Цели До той Степени Которая Позволит Реализовать Их Конкретным Программами И седьмое Снабдить По цели Нижнего Уровня Программа Реализация Этапы Процесса Планирования Первое Определение Цели Второе Генерация И оценка Вариантов Третье Определение Действий Четвертое Установление Очередности Действий Пятое Определение Ресурсов Шестое Пересмотр Плана Нет И да Седьмое Подготовка Плана Действий И рабочего Графика Восьмое Мониторинг И контроль Инструменты Планирования Списки Второе Схема Последовательности Действий Третье Графики И карты Основанные Этапы Ключевые События Матрицы Диаграммы Ганта Сетевые Графики Деревья Решения И ежедневники Также здесь Представлено Задание Вы Потом Сделаете Последовательно Сделаете Это задание Отправите В университет Контур Управления Контур Управления Здесь Откорректируйте Задачи Действуйте В соответствии С результатами Мониторинга Установите Цель Составьте План Определите Параметры И в конце Проводите Мониторинг Установите Цели Легко Достижимые Цели Напряженные Цели И Трудно Достижимые Цели Составьте План Этапы Процесса Планирован Определение Цели Генерация Оценка Вариантов Определение Действия Установление Очередности Действий Определение Ресурсов Как мы сказали Пересмотр плана Да и нет Подготовка Плана И рабочий График Мониторинг и контроль Виды планов Маркетинг План Бюджет Сбыта План Продаж Сюда мы Относим Годовой Квартальный Месячный И недельный Согласование Планов План Производства Финансовый План План Реализации Медиаплан Инвестиционный План Закуп План И дальше Вы должны И так далее Да Планы Какие еще Бывают планы Инструменты Планирования Мы только что Это разобрали Опасности При планировании Традиции Построения Плана Только на Основе Прошлого Опыта Излишняя Уверенность В решении Всех Проблем По ходу Дела Отсутствие Ясных Дел Целей Отсутствие Доверий К планированию Мониторинг Достижения Целей Мониторинг Он рассматривает Четыре Этапа Первый Этап Установление Стандарта Второе Разработка Инструментов Для измерения Параметра Выполняемой Работы Третье Сравнение Текущих Показателей Выполняемой Работы С установленными Стандартами И четвертое Принятие Адекватных Корректирующих Действий В случае Если есть Отклонение От плана Методы Сбора Информации Для Мониторинга Наблюдение И личное Участие Регулярная Отчетность Отчеты Об Исключительных Ситуаций Опросы И обсуждения Учетные Записи И типовая Статистика Действуйте В соответствии С результатами Мониторинга Здесь Вы должны Пересмотреть Цели Откорректируйте Ваши задачи Ничего Не предпринимать Также Задача Спасибо За внимание Продолжение следует